Приветствую всех блинных крошек! Вы уже готовы к масленице? Я сегодня буду делать вот такое чучело, которое олицетворяет зиму. Начинаю с того, что делаю ей голову из бумаги. Сверху закрепляю все обычными нитками, буду обматывать, чтобы у меня получилась форма шара, которая не распадается. Объясню, почему я решила начать с бумаги. Я обычно делаю тряпичную куклу из каких-нибудь старых кусочков ткани, из каких-нибудь носков, и потом она очень плохо горит. Бумага же горит хорошо, и мы об этом знаем. В середине этого шара делаю отверстие, и в него вставляю обычную палку, которую я нашла на улице, и, конечно, предварительно я ее подсушила. Основу для ручек точно так же делаю из бумаги. Я рву лист пополам, складываю пополам и еще раз пополам. Таких штучек я делаю две, и потом вместе их соединяю с помощью ниток. Дальше я приматываю голову, чтобы оно все хорошенько держалось на этой палке, чтобы оно все было взаимосвязано. А это, скажите, важно в нашем мире, правда? Потом я сжимаю ручки, чтобы они были чуть более округлыми, что ли. Сами знаете, у куклы вряд ли могут быть плоские руки. И точно так же хорошенько заматываю нитками. Обычно моя кукла держится на шпажке, это плохая идея, шпажка очень быстро прогорает, и кукла просто падает в снег. В этот раз я взяла большущую палку, и у меня на нее большущие надежды. Из старой наволочки вырезаю кусочек. Мне очень повезло, что она в горошек. Я, получается, белую часть надела прямо на то место, где должно быть лицо, и обмотала вокруг, опять же, конечно, нитками. И у меня получилось, что лицо у этой куклы белое, и дальше как будто бы какой-то цветной платочек. Дальше беру какие-то старенькие штанишки, они у меня из трикотажа, и вырезаю полоску сантиметров, наверное, 7. Ее разрезаю вдоль, и буду ей обматывать ручки и верхнюю часть тела куклы. Таким образом появится рубашка. Я думаю, можно считать это за рубашку. Перекрещиваю на серединке. Это тоже поможет удержать всю эту конструкцию вместе. Дальше обворачиваю руки, и опять же возвращаюсь в серединку, где буду уже закреплять эту ткань для того, чтобы она никуда не разбежалась. Как вы уже поняли, я все закрепляю нитками. Ну, то есть, можно, конечно, это все прошить, но зачем прикладывать лишние усилия, если можно этого не делать? Впрочем, для того, чтобы сделать юбку, мне как раз-таки понадобилось взять иголку, продеть в нее нитку, ну, сами понимаете. Я взяла длинный отрез той же ткани, что и для головы, и сверху прохожусь просто стежками, где-то по сантиметру. Делаю иголкой вот такие складочки, и потом я это все затягиваю, и у меня получается объемная юбка со складками сверху. Готовую юбку примеряю на куклу и смотрю, чтобы ей подходило по размеру. Дальше, конечно, соединяю начало и конец, чтобы юбка была круглая. Конечно, в момент съемки я об этом не подумала, но сейчас понимаю, что нужно было, наверное, пришить эту юбку сразу к верхней части тела, к вот этой яркой зеленой салатовой, потому что так она бы у меня не убегала с самой куклы, и мне было бы гораздо проще потом с ней работать. Но я закрепила только саму юбку к самой юбке и прошила шов сзади, чтобы у нее не было разреза на спине. Слишком сильно с аккуратностью не заморачиваюсь, потому что в момент того, как мы будем сжигать это чучело, провожая зиму, вряд ли кто-то будет присматриваться, насколько аккуратны у вас там швы. И все же переход между юбкой и рубашкой мне показался довольно грубым, поэтому я взяла кусочек, который я отрезала до этого, это был какой-то обработанный край, я взяла этот кусочек и обмотала его вокруг. Таким образом я закрыла этот переход от юбки к рубашке и закрыла верхнюю часть шею там, где у меня оставались какие-то прогалы. Эту часть я не пришиваю, я ее просто завязала, заправила внутрь и на этом все. Мне захотелось добавить немножко яркости, я решила сделать платок для куклы. Сначала подумала цветочки, красиво, но все-таки черный как-то не тот цвет. Я взяла старую красную майку, отрезала от нее прямоугольничек и замотала его наподобие платка. Его тоже никоим образом не пришиваю, я немножко размотала предыдущую эту зеленую тканьку и обмотала ее заново, заправив вовнутрь красный платок. В целом уже на этом можно было бы остановиться, но я подумала, что такой объем может быть слишком быстро сгорит или будет недостаточно начинки для того, чтобы она хорошо горела, поэтому я решила сделать внутреннюю юбку из бумаги. Я беру сложенный пополам лист, двойной листочек, как на контрольной, его разрезаю вдоль на такие полоски по сантиметру, по полтора сантиметра, можно мельче сделать, и обматываю под юбкой вокруг основной палки. Такая конструкция поможет добавить объемы самой кукле и в то же время гореть оно будет, очевидно, чуть дольше и чуть ярче. Развлечение. Я вообще очень люблю сжигать чучело масленицы, делаю его каждый год, и моя сестричка даже на какой-то год мне сказала, что я сожгла слишком красивую куклу и очень расстроилась из-за этого. Бумагу внутреннюю я немножечко гофрирую, складываю, чтобы она не вылезала из под юбки. Получается вот такая конструкция, ее я прячу под юбкой, и на этом я заканчиваю с этой куклой. С одной стороны, я думаю, что было бы неплохо погладить ей юбку, а с другой стороны, ну, по-моему, и так очень симпатично. Лицо рисовать, конечно же, не буду, потому что это зима, и ей нельзя рисовать лицо по всяким там старым суевериям. Поэтому да, оставляю такую куклу, я очень довольна, мне нравится. Делитесь своими масленичными историями у меня в телеграме, подписывайтесь на ютуб, а я жду вас в своем следующем видео. Хорошего дня! Субтитры сделал DimaTorzok